Приехали на еще один водопад, это Кубу Луч, Прен водопад называется. Вот такой ландшафтный дизайн, сейчас там возьмут билетики, как симпатичный парк, очень красивый, там я вижу уже рыбок в пруду, попозже тоже показываю, ой чисто, высота. Над водопадом можно погодить на хамяк. За 5000 рублей можете покормить рыбку, очень красивая, красная карта. Прямо кишитые, а. КОНЕМ, МИТАТ СТРАХ СТРАХ СОБАЛ, ПО ДВЕРТ ВОЛНИ КОНЕМ, ДВЕРТ НИКОПА. КОНЕМ, МИТАТ СТРАХ 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 ВОЛНИ Должны еще быть катания на слонах, на страусах, слоны 300 на двоих, страусы 100 или 150 на 1 ма. Субтитры создавал DimaTorzok Действительно чувствуется какое-то единение с природой. Тоже несколько сувенирных лавок, но как правило, стоит здесь все намного дороже. Кстати, там, где мы дегустировали чай и кофе, я купила за 55 100 грамм кофе молочного, а жасминовый чай стоил 60 100 грамм. Но я брала на развес, я не брала закрытые, потому что я не знаю, насколько качественно будет закрытые. То есть пачки запальцованы и невозможно увидеть что-то. Очень классно, что можно попробовать уже потом купить. Классный рынок. Нужно сфотографироваться и нанести. Дай мне кем, можете остановиться, посмотреть. Коробка? Да, вот, коробка. Ну, откуда это? Нет, это поборчиком. Какую игру? Какой, тувман. Комментируем киробки. О, смотрите. У меня кажется, очень хорошо красив. Можно перейдеться в японский народный костюм, вьетнамский женский костюм и просто в народный костюм. Сейчас мы посмотрим, что можно для народа. Спасибо. Ой, красавцы русские одели. Ну, конечно. Ну, кому что нравится, но на самом деле, предмещение много. Котого сидит, можно сфотографироваться, и вверхалочки такой неслабый ником. На фоне можно прокатиться, кто любит. На карете, чтобы почувствовать себя в принцессы. На лошадках можно покататься. О! Видите, как она ездит. Оба, и конец. Здесь какие-то джинки куда-то они идут. А куда они едут, эти джинки? Здесь тоже переодеваются в вьетнамскую форму. Полная амуниция. Сфотографируются. Очень им нравится. Дизна еще помнит вьетнамскую свою войну. Смотрите, что здесь еще есть. Еще есть одногорбый верблюд. Тут для деток есть горочки там всякие. Мне все-таки нравятся эти бонсайи. Так они красивенько выглядят. Кожина. Можно пострелять из лука. Три раза. Десятки. В зале три выстрела. Кто любит, то можно. Футбол можно поиграть. Сзади секция такая. Также из оружия можно пострелять. Тоже что я выстрелила. Кстати, описано. Вьетнамский, английский и русский. Ориентированная на три народа. Хлопушками какими-то хлопуют. Убить тигра. Сильба пять раз пацанал. Пять раз. Дарт еще есть. Вина. Вина. Водичка. Кока-кола. Памп и спрайт. Все вкусно. Детки на машинках катаются здесь же. Туалет там тоже есть ко мне. Вот, там. КОНГЛИ. Виноват. Многоеча. Он был сожжен здесь, но туда он к концу. Учинг потому, что все есть zip. Во-леб-каналее и всего-леб. но я сам не пойдем попросил подержать фотографирует с арбалетом нормально нормально это просто первая потому что он выбрал цель на уровне тела вам было сложнее нужно было либо присесть либо сложнее ну вообще сейчас что-то выпьем о так 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 уже интересно молодец молодец неправда он юный инкассатор он каждую неделю тренируется вообще молодец уже убил 10 раз все еще измывается молодец молодец 20 тысяч покататься на булевле и на слониках на слониках вдвоем получается на двоих 300 тысяч а на страусе один получается 100 тысяч там 2 минуты а там а на слоне 10 минут есть отчаянные которые готовы кататься на них но они такие низкорослые какие-то там слоники и 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 все тогда брызгается в центре парка есть вот такое вот дерево это имитация не настоящее дерево на бетонное можно войти внутрь подняться по лесенке и потом пробежать по навесному мостику что мы сейчас сделаем я уже выхожу из дерева вот такой вот мост колотится как живой девочки фотографируются сделаем салфи типа зачеки ним сидит все пойдем дальше а а а Субтитры создавал DimaTorzok